Утро это очень круто! Знаете почему? Потому что в эфире вместе с Хрюшей Антоном Сорькиным Это утро мы встречаем с дрессировщиком Константином Сорокиным и его питомцем Доброе утро, ребята! Доброе утро, Антон! Доброе утро, Хрюша! Доброе утро! Скорее знакомьте нас с этим прекрасным лебедем! Его зовут Маркус, ему всего полгода и он уже такой большой, представляете, ребята? Это лебеди-шипуны. Может быть слышали, как лебеди разговаривают? Они шипят. Вот это да! Ой, а я почти ничего не знаю про лебедей. Мне все-все про них интересно. Ну что, Хрюш, если тебе интересно, я тебе сейчас все расскажу. Лебеди живут во многих странах, в том числе и в России. Свои гнезда они строят у воды, потому что в воде они живут, и там же находится их источник пищи. Как интересно! У нас утро начинается с умывания и плотного завтрака, а у лебедей там же? Тоже! Они с утра просыпаются, делают зарядку, а зарядку они делают таким образом. Они расправляют крылья широко-широко, как ребята, ребята, вы делаете, да, на моем зарядке? Да, потягиваемся! Потягиваемся! Вот и лебеди тоже. Потом тянут шею, тянут его назад, и рот, и покрутили немножечко. Вот такая вот у них зарядка, а дальше идут водные процедуры. Они начинают нырять, и такая процедура происходит несколько раз. Опять снова потянулись, расправили крылышки, расправили шею, и опять ныряют. А дальше, только после этого, они приступают к приему пищи. Он такой хороший, красивый! А можно его погладить? Конечно, можно, но только осторожно. Грюша, Антон, ребята, запомните, когда хотите погладить лебедя или другую зверушку, надо это делать очень-очень спокойно и без резких движений. Вот смотрите, чтобы птица не волновалась, можно погладить, Антон, не бойся. То есть надо медленно, да, делать? Нет, да, без резких движений, чтобы... Ой, хороший Маркус! Маркус! Такие гладкие перья! Ух ты! Такие красивые перья! Да. Но есть еще один очень интересный факт. Может быть, все читали сказку «Гадкий утенок». Так. И это вот как раз практически... Про нашего Маркуса. Про нашего, про всех лебедей. Ну, видите, серые грязные перышки, это не грязь, это именно еще те самые-самые молодые перья, которые скоро выпадут и наш Марку станет белоснежным. Скажите, пожалуйста, а кто-нибудь брался считать количество перьев у одного такого прекрасного лебедя? Это сделать очень сложно, но есть факт. Только представьте, у водоплавающего лебедя около 25 тысяч перьев. А они теперь нужны для красоты, да, или какую-то функцию выполнять? Они выполняют очень важную функцию. Они согревают тело во время купаний, во время заморозков. Вот у нас... Шипит. Ух ты, а он шипит, Константин. Это... Это же лебедь-шипун. Так. Вот. То есть ему что-то не нравится? Ему не нравится. Он показывает свое возмущение, говорит то, что я хочу быстрее домой на воду. Ага. Интересно. Ну посиди еще немножко у нас в студии. Прямо сейчас мы пытаемся улететь. Пожалуйста, Маркус, останься еще. Да. Ой, красота какая. Вот именно так они и делают зарядку. А еще таким образом они приветствуют друг друга, показывают свою территорию. А вот сейчас, смотрите, и это он и причесывается, и чистится, и смазывает свои перышки жиром. Ой, а это еще зачем? А это хрюша нужно для того, чтобы птица никогда не тонула и оставалась сухой. Вот это да. То есть он как будто себя и очищает, и как будто приводит в порядок, чтобы быть на плаву. Да. И, между прочим, лебеди это очень благородные птицы. Да. И они всегда следят за своей чистотой. Они могут намыливаться, начесываться целыми днями. Вот это да. Я никогда не видел, чтобы так лебеди за собой ухаживали. Обычно коты так делают. Да, да. А мне очень нравится, как он делает хвостиком так. Да, 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 да. Константин, Маркус, спасибо, что к нам пришли в гости. Спасибо. Было очень приятно с вами пообщаться. И Маркусу тоже, вот видите, не хочет от вас уходить. Да, приводит себя в порядок перед нашими зрителями. У нас получилась интересная беседа. Приходите к нам еще. Обязательно, приду со своими питомцами. А еще подписывайтесь на наш инстаграм. Хрюша, нижнее подчеркивание, класс. Там море классных фотографий, видеороликов и флешмобов. Супер, обязательно. Ребята, живите активно и мыслите позитивно. И смотрите канал Харусель. Ой, здесь много интересного. С добрым утром, малыши. С добрым утром.